Привет, друзья! В этой коробочке самый дешёвый готовый ПК с RTX 4070, который вообще можно купить у нас в России. Собирает его Trilogic Group. Это та компания, которая возит железки во всякие ДНС, Регард, Онлайн Трейд, Плеер, Е2.4 и прочие магазины. Обычно готовые сборки идут в коробке из-под корпуса. Здесь у нас фирменная коробка. Название, как по мне, вообще зачёт. Я писал на русском. Сделано в России. Три года гарантии. Судя по наклеечке, внутри нас ждёт i5-13400F. 32 гигабайта какой-то оперативной памяти. 1 терабайт SSD. 2 терабайта жёсткий диск. Та самая RTX 4070 на 12 гигов. Корпус белый, без операционной системы. По моим подсчётам, собирая самостоятельно в ДНС, вы потратите на 15-20 тысяч рублей больше. Пришли три лоджики, мы ткнули пальцем, и вот он здесь. Но никакой пощады. Смотрим, что внутри, тестируем и думаем, как это можно апгрейдить. На связи МК. Это тест самого дешёвого готового компьютера на RTX 4070. Компактный белый кейсик с логотипом бренда, найти который даже по картинке в Яндексе нам не удалось. Спасибо нашим читателям в Телеграм, которые под постом со съёмок бэкстейджа подсказали, что это китайский ОЕМ бренд Сойя В300. Как-то так. В общем, фрилоджики их возят официально в Россию. Вот в нём, собственно, и был собран этот раскат. Во второй коробочке кабеля, всякие крепления, технический паспорт. И вот такая вот инструкция, которая очень понравилась моему коту. Инструкция просто кладезь знаний для людей, которые пропустили 30 лет развития компьютеров и технологий. В ней простым языком написано, что процессор это микросхема, предназначенная для вычислений. Оперативная память это установленные в специальные гнёзда модули. Причём мануал явно общий для всех сборок, а значит вообще никакой пользы не несёт. Но всё это лирика, давайте смотреть, что внутри. Пломбочки были сорваны уже до меня, но это не проблема. Компания разрешает апгрейдить, главное сохранить старые железки. Самая большая проблема это снять вот эту переднюю крышку. То есть если открутить вот эти вот два болта, просто так вы её не снимете. Вам нужно специальное устройство. Мне тут подсказали, что боковое стекло снимается нажатием потайного язычка, так что присоска не обязательно. Внутри симпатичный кулер с потайным вентилятором от LC M90, отводящий до 120 ватт. Для Core i5-13400F этого должно хватить даже со снятыми лимитами. В корпусе ещё три вертушки с регулируемой RGB-подсветкой по кнопке на передней панели. Сам кейс весь в сетку, без фильтров, так что будет прохладно. Но чистить даже по гарантийке его придётся часто. Видеокарта. Бюджетная двухвентиляторная Asus Dual RTX 4070. Рекорды разгона на ней не поставить, но сам чип холодный, поэтому проблем быть не должно. Материнская плата. Простая гигабайт H610M S2H второй версии с шестью фазами питания процессора без радиаторов. Очередной раз нам пригодится тепловизор. Проверим, как такая доска вытянет 10 ядер. Встроенного Wi-Fi нет. Пожирная видеокарта перекрывает второй PCI-Express порт. Так что добавить беспроводной интернет получится только по USB. Оперативная память бюджетная, два модуля A-Pacer по 16 гигов DDR4-3200 с 22-ми таймингами. Чипсет H610 не поддерживает разгон ОЗУ, поэтому 3200 в двухканале это максимум вот этого ПК. Но тайминги мы подужать попробуем. Неожиданно, вместо бюджетного SSD на какой-нибудь QLC памяти, здесь один из лучших Samsung старой школы 970 EVA Plus на 1 терабайт. Да, это PCI-Express 3.0, но в реальных задачах он даст прикурить многим решениям на PCI-Express 4. Ну и давненько мы не видели сборок с жесткими дисками. Вся гейт на 2 терабайта под не самые новые игрушки и фильмы. Блок питания достаточно простой, ACD, не хватает C, на 750 ватт. Судя по наклейке он выдает только 650 по 12-ти вольтовой линии. Для ПК на i5 с RTX 4070 этого должно хватить за глаза. Измерим реальное потребление ваттметром. По блоку питания информации 0. Судя по всему это чисто ОЕМ решение. Ну, внешне вы все увидели, пора приступать к тестам и проверить как это все работает. Начнем с CPU-Z. Процессор i5-13400F без встроенной графики на 6 больших ядер с частотой 4.1 ГГц. Им помогают еще 4 малых ядра. Несмотря на цифру, к 13-му поколению этот процессор не относится. Тут архитектура Elder Lake. То есть фактически у нас i5-12600K с порезанными на 10% частотами. Во встроенном бенче 10-ядерник выбивает почти 6,5 тысяч попугаев. Это на 10% больше, чем у народного 6-ядерного Ryzen 5 7500F. Спасибо энергоэффективным кокосам. Ну а вот в тесте 7-zip результат ближе уже к 6-ядерникам на AM4. Для архивации больших объемов данных нужна быстрая оперативная память. А у нас тут DDR4-3200 на джедеке. В итоге мы получаем лишь около 42 ГБ в секунду при задержке под 80 мс. Ужать тайминги получилось до 18-х с повышением напряжения до 1.35. В таком режиме тест AIDA64 показал 44 ГБ в секунду и задержку 75 мс. Потом покажу, как это сказывается на играх. С блендером никаких проблем. Рендерить можно и на процессоре, и на видеокарте. RTX 4070 здесь играет мускулами. Она справляется с отрисовкой класса всего за 15 секунд. Почти в 25 раз быстрее, чем 13400F. Этот результат близок к 3080Ti, который потребовалось на пару секунд больше. С премьером тоже все идеально. Nvidia это не AMD. Карточка охотно нагружается. ПК справляется с тестовым 5-минутным 4К-роликом со сложными эффектами за 16 минут. Добавим в наш список тестов нейросетки. Самый простой способ сгенерировать картинку через Table Diffusion – это поставить готовую сборку Focus с GitHub. Генерация не особо требовательна к процессору, но ей нужно много видеопамяти и ОЗУ. Поэтому 12-гиговый RTX 4070 – неплохой выбор. Для создания HD-картинки с 60 шагами в системе потребовалось 20 секунд. Карта способна делать около 3-х итераций в секунду, что близко к RTX 3080Ti. Сайнбенчу совершенно не важна оперативка, поэтому здесь процессор раскрывается полностью, набирая 15500 баллов многопотоки. Это снова на 10% быстрее Ryzen 5 7500F. Кулер от LC отлично справляется со своей работой, i5 не прогревается выше 85 градусов, а вот плате уже больно. DC-ядерник потребляет 105 Вт, а мосфеты при этом под нагрузкой кипят при сотне градусов. Исправить это можно. Гигабайт даже на простой материнке с чипсетом H610 сделала доступным андервольтинг. Если снизить напряжение на 150 милливольт, фазам становится гораздо проще. Их нагрев не превышает 85 градусов. С такой температурой VRM здоровью платы уже ничего не грозит. Ну и как я говорил, два вентилятора легко справляются даже с RTX 4070. Архитектура холодная, в стоке за 30 минут в супер позишене мы смогли прогреть Asus Dual лишь до 65 градусов по чипу. Сход с потом ниже 80, при потреблении около 200 Вт. Холодная GDDR6 тоже выше 80 не поднимается. С такими показателями андервольтинг не требуется. Ну и под конец тест блока питания. Одновременно нагружаем процессор Cinebench, а карту Superposition. В таком режиме потребление из розетки не превышает 450 Вт. То есть реально с учетом 80% КПД сборка потребляет порядка 350. В общем блока на 650 Вт по 12 вольтовой линии тут за глаза. Что ж, переходим к играм. Посмотрим как здесь себя покажет i5 со стоковой DDR4. Тест 3DMark Time Spy внушает оптимизм. 13400F набрал аж 12 тысяч попугаев. Его конкурент в лице 7500F на 20% позади. Все игрушки будем тестировать в разрешении 1440P. Мне проще 2К. В Киберпанке на ультра настройках графики с выкрученной вправо трассировкой и DLSS на качестве можно получить больше 60 FPS в среднем. С полным упором в RTX 4070. Процессор здесь и близко не подбирается к 105 Вт, поэтому легко удерживает максимальную частоту. При активной езде по городу, со стрельбой и кучей полиции проблем и фризов тоже не будет. FPS здесь колеблется около 60-70 кадров. При желании можно снизить трассировку, если хочется больше плавности, если у вас быстрый монитор. Тарков традиционно упирается в одно ядро и не хвастается крутой графикой, поэтому можно смело выкручивать ультра в 2К без активации DLSS. В таком режиме кадры колеблются около 90, видеокарта чуть не догружена, а процессор чуть прохлаждается. Играть абсолютно комфортно, если вам нравятся такие игры. В Far Cry 6 ситуация аналогична, даже с включенной трассировкой в 2К 10-ядерный Core i5 не может полностью нагрузить RTX 4070. Но виновата тут однопоточная оптимизация у Бейсофта. В общем, в любом случае, кадры по бенчмарку уходят за 90, картинка выглядит отлично и нет никаких намеков на лаги. А вот гоночная Forza Horizon 5 великолепно оптимизирована, поэтому здесь в 2К на запредельных настройках без апскейлеров FPS в тесте за сотню. Видеокарта выкладывается на полную, фризов нет, можно комфортно играть даже на быстром Монике. Total War 3. Чисто как пример, как нужно оптимизировать игрушки. Она легко нагружает даже 56 потоков двух Xeon, поэтому 10-ядерный i5-13400 чувствует себя великолепно. Весь упор уходит туда, в сторону видеокарты. На максимальных настройках графики в 2К можно рассчитывать аж на 120 FPS в среднем. Assassin Valhalla за несколько лет неплохо оптимизировали, поэтому 4070 в 2К на высоких настройках графики выдает за 100 FPS по бенчмарку. Но вот именно тут медленная память аукается фризами до 20 кадров. Случаются они редко и геймплею особо не мешают, но это предупреждение о том, что низкочастотный DDR4 в топовых ПК уже пора на покой. И вот тут, как и обещал, возвращаемся к таймингам. Их снижение со стоковых 22 до 18 здорово бустит 0.1% FPS. Теперь максимальная просадка на уровне 40 кадров, что гораздо приятнее. EA тоже времени зря не теряла и поправила производительность в игре Jedi Survivor. Дальше тестирую со стоковыми таймингами. Теперь RTX 4070 на всех максимальных настройках графики в 2К с трассировкой лучей и DLSS в качестве выдают в бою около 50 FPS без заиканий. Игрушка эта очень красивая. Если хочется большей плавности, когда машете своим световым мечом, можно снизить качество трассировки или включить генерацию кадров. В Last of Us сборка тоже показала себя с лучшей стороны. RTX 4070 в 2К на ультрах с качественным DLSS способна обеспечивать 80 FPS в красивой локации, где он обманывает Элли. Упора в процессор тут тоже нет. Ну и под конец немного VR. Я продолжаю играться со шлемом Oculus Quest 3. Пока что все нет времени сделать на него обзор. И мне вот стало интересно посмотреть, как на раскате заработает Half-Life Alyx. Это самая качественная и лучшая игра для виртуальной реальности уже давно. На RTX 4070 можно насладиться геймплеем этого ужастика на высоких настройках графики. Правда в перестрелках временами случаются фрезы. Это совершенно незаметно внутри этого VR. Но хорошо видно, что дело не в процессоре. Тут скорее виновата медленная память. Проверим это. Снижаем тайминги с 22 до 18. И о чудо, просадки становятся гораздо реже. Но даже без этой правки игра все равно идет вполне комфортно. Прежде чем подводить выводы, давайте попробуем собрать похожую сборку в ДНС. Раз уж мы смотрим на официальную розницу. Такого же корпуса и блок питания я естественно там не нашел, поэтому подобрал похожие по качеству. Итоговая стоимость около 135 тысяч рублей. Схожий готовый ПК без жесткого диска обойдется в ДНС за 140. Этот раскат продается за 120-125 тысяч рублей. Можно попытаться достичь такой же цены, если заказывать комплектухи из Китая. Но в таком случае теряется гарантия. А тут она аж три года. Получается, готовые системники могут быть дешевле самосбора, если хорошо поискать. В данном случае удивляет копеечная экономия на оперативной памяти. Вследствие экономии на материнской плате. Плата на B-чипсете была бы холоднее. Разгон ОЗУ до 3600 неплохо бы сказался на однопоточных играх. Но даже вот в таком состоянии из коробки комп тянет все игрушки в 2К на ультра настройках графики. Подходит и для рендеринга в премьер, и для нейросеток. Да, нет апгрейда, но проще лет через 5 продать этот системник и собрать новый. К тому же можно неплохо бустануть систему, снизив тайминги на оперативной памяти. А также сделать андервольтинг, тем самым продлив жизнь плате. В описании ссылочка на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем интересные IT-новости. А также вот те самые рейтинги процессоров и видеокарт. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok